И всем привет ребят, с вами Старбаник и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен обзору одного из новых устройств на пушку Скорпион. У нас был уже видеоролик с устройством Стая. Это устройство, которое, ну как по мне, себя показало плохо. И мы переходим к обзору следующих устройств. Устройства, я считаю, что на эту пушку являются очень актуальной вещью. И сегодня мы рассмотрим, насколько же жестко будет себя показывать устройство Разрывные Снаряды. Это устройство, которое превращает нашу пушку в, ну можно сказать, гром. И с обычными дефолтными выстрелами мы будем наносить сплэш урон. Посмотрим, насколько это эффективно, насколько это будет жестко работать. По корпусу я сегодня беру, конечно же, Викинга, так как у нас уже будет возможность тушить хорошую контентовую уроновскую темочку. Поэтому я думаю, что по дрону мы оставляем также Гипериона, как и в прошлый раз. И идем тестировать, надеяться на то, что нас закинет на неплохую карту. По режиму, если честно, ну давайте попробуем ЦП. Давайте попробуем ЦП. Посмотрим, что в контроле точек покажет это замечательное устройство. Ну и если вы ждете обзор ластового устройства, которое есть на сегодняшний день, да, не считая адреналина, то обязательно, друзья, поддерживаем данный видеоролик лайком. Ну и если не подписаны на канал, подпишитесь, мне будет вообще максимально приятно. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вообще устройства. Какое, по вашему мнению, является самым жестким нагибающим. Ну а мы сейчас будем смотреть, на что же способны разрывные снаряды. На основном аккаунте я своем до сих пор ультраконтейнеры не открывал. Соответственно, у меня до сих пор ультраконты есть, что на основе, что на бездонате. И, быть может, совсем скоро мы их откроем. Ну и понадеемся на то, что что-то хорошее мне с них выпадет. Так, давайте первую пробную сводочку втушим. Залетает. Неплохо. 2 600 стычки. Я так понимаю, что урон с этим устройством не пофикшен. У-у-у. И сплэшик, походу. Не, ну не жесткий. Не жесткий сплэшик. Я думал, что будет пожестче. Если честно, вам сказать, я думал, что сплэш будет еще сильнее. Так, я сейчас быстро сделаю звук чуточку потише, потому что у нас в игре, как всегда, происходят суперкрутые изменения и слетают настройки звука. Если вдруг эту темочку у нас в эту пятницу не пофиксят, то я обязательно по этому поводу запишу видеоролик и выскажу все, что я думаю. Но я надеюсь, что у нас все изменится и исправится к пятнице. И мне не придется этого делать, потому что я считаю, что это полный провал, когда я должен страдать от этого звука, который переключается сам, как он хочет. Поэтому как-то так. Ладно. Мы пока что работаем. 4 кило у нас есть. Нужно, конечно же, не забывать также про сводочку. Противников особо сильно много не кучкуется, если честно. Но если учитывать тот факт, что у пушки появляется вообще в принципе сплэш урон, то это очень солидный и крутой бонус для пушки, которая наносит и так максимальный урон, плюс к этому урону, да, то есть даже не максимальный, а дефолтный урон, плюс к этому урону я еще и начинаю иметь сплэш. То есть я считаю, что это супер крутая вещь. Ну и это выглядит куда интереснее, чем пусковая установка стая, которая якобы на ближней дистанции может наносить максимальное количество урона. Ну, вернее, не максимальное количество урона, а сводку, да. Но по факту, да, то есть такой возможности у вас, ну, грубо говоря, нету. Да, то есть это только такая иллюзия, можно сказать. Может там чуть-чуть, конечно, расстояние становится меньше и где-то, может быть, это сработает, но на дистанции смысла, как по мне, от этого вообще нет никакого. Так, и нужно попробовать еще по стенкам пострелять, попробовать посмотреть, что от стенок будет у нас залетать, насколько большой дэмэдж. Например, просто вкинуть, ну ладно, сейчас мы пока что по противничку покидаем. Опа, у нас молодую что ли срезом, а нет, показалось. Так, 2800. По перезарядке, кстати, тоже все бодро, мне нравится, все очень хорошо, залетает бомбически. Она, конечно, подольше, чем у грома, но если учитывать тот факт, что от этой пушки на сегодняшний день нет резистов и то, как ее можно реализовать в целом, да, то я бы, наверное, сказал, что она находится просто в хорошем среднем балансе, да, то есть это не какая-то там имба, но и не пушка, которая, например, является там слабой. Так, ну и вот такую сводочку тоже можно втушить. Сводочка, конечно, у нас без сплэш-урона, но нужно не забывать, что такое устройство тоже есть, и если вам эта тема интересна с устройствами на Скорпион, то я думаю, что в ближайшее время я и с устройством, которое со сводки дает сплэш-урон, тоже запишу видеоматерием. Так, я хочу прожать овердрайв, но давайте прожмем, например, здесь, да, не скажу, что это супер жесткая позиция была для прожатия. Я так больше хотел посмотреть, что по урону вообще у нас залетит, но по итогу я слил только одного типа, да, то есть это, ну, плохая реализация овердрайва. Вот сейчас, например, если бы я его прожал бы, было бы куда актуальней, когда у нас тут под прицел уже открылось, ну, танков 5-6 смело можно было, наверное, втушить. Ну, и такое бывает, то есть сначала никого нету, потом бах и резко все у нас появляются в одно время. Так, по точкам 9-6 идем, остается 10 с половиной минут до конца, викинг прожимает овердрайв и вытушивает меня. Кстати, надо посмотреть, что у меня вообще здесь по релистам, может быть, стоит здесь тоже аренду поменять. Я вижу гром рельса, я вижу страйкер, я вижу еще одну рельсу, ну, и, наверное, нам надо взять страйкер рельса гром, это будет актуальный рез, плюс броник, я считаю, что это бодричелло, да, то есть можно работать, это будет плюсово для меня. Не совсем, конечно, понимаю, насколько жестко работает этот сплэш урон, да, то есть, например, если я со сплэша даю по типу, по первому, которому я наношу урон, проходит максимальный урон или не максимальный, либо он фиксится чуть-чуть, а, нет, максимальный, все четко, все четко, все четко, сам вопрос задал и сам на него ответил. Так, переодеваем резисты, гром, там, если честно, страйкер не особо мне что-то, ну, ладно, оставим, оставим, знаете, так бывает, сначала он не наносит урон, не наносит, а потом в самый неподходящий момент, когда ты только снял резист, он сразу начинает тебя супер жестко впушивать. По поводу раскачки, по поводу углов на этой пушке, я скажу, что тоже неплохо, если, например, рассматривать эту пушку как пушку, которую можно за счет раскачки реализовать, она будет работать, это очень-очень круто, потому что раньше у нас, например, были такие пушки, я даже сейчас не скажу, наверное, на громе раньше было так, что было очень тяжело давать раскачку, да, либо на том же магнуме был период времени, когда это было тяжело реализовать, да, а здесь как бы уже изначально по выходу пушки у тебя качка, ну, хорошо работает, да, то есть ты, если на викинге можешь качнуть корпус с верхнего уровня, грубо говоря, до среднего или до нижнего, то это уже хороший результат, да, то есть на хантере, например, это будет еще большая раскачка, и на диктаторе, наверное, да, наверное, диктаторе будет еще лучше, да, то есть это будет верхний угол вообще бомбический, 2800 наносим, но это, походу, у молодого не было замечательного дрончика, так, здесь неплохая печечка залетает, и сплэшком, ну, блин, кстати, в упоре, если два танка стоят в упоре, то сплэш проходит максимально, это не может не радовать, да, то есть на таких вооружениях это прям очень круто смотрится, но насчет викинга, ну, спорно, да, то есть насчет викинга спорно, я думаю, что тот же хантер, например, да, который я тестировал со стаей, он мог бы поинтереснее здесь смотреться, да, я уже не говорю про летающие корпуса, да, по типу там, Крусейдера, Ареса, да, они, я думаю, что для этой пушки вообще просто бомбически подходят. Так, у меня есть овердрайв, был бы неплохо его реализовать, если честно, неплохой сплэшок залетает, так, три танка пушит рез противника, но мне смысла здесь вжимать овердрайв нету абсолютно никакого, гиперен работает просто шикарно, да, этот тоже момент нужно не забывать, я уже очень много видеороликов в последнее время записал с этим дроном, и, ну, мне нравится, как он работает, да, то есть, если вы не смотрите прям за каждой расходкой, да, и не думаете, что, блин, там, припас хавы, там, три припаса заодно прожатия, то гиперенчик я бы на вашем месте бы сто процентов использовал. Так, прожимаем овердрайв, смотрим, что будет получаться у нас, ой-ой-ой, ну, меня жестко законтрили, что я могу сказать, в очередной раз я прожал в пустую овердрайв, ну, и такое бывает, и такое бывает. Так, и я заметил, что я особо не пользуюсь сводкой, даже я бы, наверное, сказал, от слова совсем я не пользуюсь сводкой, и пора, наверное, это немножечко исправить. То есть, каким образом мы можем это исправить? Мы можем либо выпушить зону слева, да, и попробовать втушить сводочку вот сюда, хотя нет смысла вообще от этой сводочки, если у меня сводка без сплэш урона, а обычный выстрел наносит сплэш урон, то здесь лучше, конечно же, просто накидать по пацанам. Ой, кстати, вот видите, например, я не поменял рез от страйкера, и как раз страйкер стал больше по мне попадаться, да, то есть это очень тоже хороший момент, что я резист не сменил, хоть и поначалу я думал, что этот страйкер мне абсолютно ничего не сможет сделать. Так, у нас остается 6 минут до конца, по счету мы ведем, ведем бодряково, иногда, знаете, вот так стоишь и хочется свистеть, да, ты думаешь, что, блин, сейчас как сводочку в тушу, а потом понимаешь, что, ну, сводочка, если ты в таком расстоянии будешь ее тушить, то она никакого абсолютно плюса тебе не принесет, да, то есть и смысла от этого тоже крайне-крайне мало. Попробуем сейчас сводочку втушить здесь, не знаю, сработает она, хватает тут дистанции, не хватает, сейчас проверим, где мы, ракеты, а, ракеты куда-то, короче, улетели в стены, я так понимаю, так, ладно, попробуем вон туда сводочку втушить, а почему она не ловит, не понимаю, по идее, должна была ловить, нет, что за бред, а, у меня только перезарядился, может, баллон, не посмотрел на баллончик, наверное, он только-только перезарядился, ладно, пять минут до конца, работу делаем, делаем работочку, надо попробовать еще, может быть, вверх на контролинг, взять, либо здесь снизу тушеночку дать, я даже не знаю, честно, что здесь лучше, так, ну, почему-то у меня не сводится, я вот нажимаю на сводку, потому что у меня не хочется водиться, либо там угол не ловит, а я тут расхвалил, что угол супер хороший у этой пушки, а я так стою, и что-то как-то нифига у меня не ловит хорошего угла, ладно, давайте попробуем сейчас заехать здесь с фланга, если вдалеке будет, то это попробуем свистить по нему, там, страйкер, не знаю, что там страйкер прожимал ввердерфе, походу, себе урон нанесу. Флэш-пушка, конечно, это тоже бывает проблемой, да, из-за того, что, о, смыка, полетел, из-за того, что ты в упоре тоже, как бы, должен быть предельно аккуратен, оп, сводочка, ну, залетело, но не все, залетело, но не все, по расстоянию, кстати, здесь все в полном порядке, расстояние можно тушеночку хорошую давать и накидывать бэм-бэм целые тычки, плюс нужно не забывать, что с критом и урончик есть, еще приятнее залетает, ну, и реализация наша должна быть неплохая, так, по очкам, 700, 700 за 4 минуты до конца, ну, не сказать, что это жестко, не сказать, что жестко, но, может быть, жестко, не жестко, из-за того, что я на Викинге играю, но, в целом, хороший, хороший средний баланс, да, то есть, это не супер имба, но и не сказать, что это что-то слабое, да, то есть, когда есть такое что-то сбалансированное, меня зачастую это больше радует, знаете, они там дезморалят, негативят, то есть, есть балансы, это очень тоже хорошо, так, пробуем накидывать по паладинчику, попробуем, ой, хорошо, даже вот видите, от стеночки, 1300 очка залетает с такого расстояния, это неплохо, это довольно неплохо, так, базовая вражеская точка захватывается, и это все идет к досрочечке, быть может, мы сейчас ее бэмсанем, так, васпик наверх откатился, я овердрайвик втушил, блин, ну, с овером приятно, 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 приятно бэмсит, приятно, очень приятно, не знаю, сколько выстрелов можно успеть выдать, но, прям, хорошо, хорошо, прям заходит, хорошо летит, так, ну, и давайте попробуем, может быть, еще и досрочку сделать, противник у нас пытается здесь точки захватывать, захватывать, но мы можем чуть-чуть под сейва, да, левая на контролинге, центр надо на контролинг взять, и можно, как говорится, заканчивать, давай, друг, я чуть ему помешал, спусти, так, точечка захватывается, так, вот здесь вот угол, угол будет, да, ой, хорошо, даже я сказал, хороший угол, хороший залетел, так, ну и все, одна точка у противника, это досрочка, 3, 2, 1, 0, должно быть, все, бах, отлично, ну, что я могу сказать, это устройство себя показало точно намного интереснее, чем устройство, которое называется стая, только какая стая, сейчас я быстро зайду, посмотрю, я помню, что там была стая, а какая стая, пусковая установка стая, поэтому, не знаю, как себя показывают разрывные боеголовочки, но разрывные снаряды на Скорпион точно выглядят очень и очень достойно, работают, ну и контентят, поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого устройства в комментариях к этому видеоролику, поддерживайте обязательно видеоролик лайк, ну и не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны на колокольчик, тоже можно бы обсануть, чтобы не пропускать никакие замечательные видосы, если вдруг вам колокольчик, кстати, не приходит, очень важно взять, переподписаться и колокольчик нажать, и все будет приходить, это бывает у нас сейчас такие баги у ютуба, поэтому, если что, туда раз-два клик сделайте и колокольчик оформите, и все будет четко, так, и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, итоги, по которому уже будет совсем-совсем скоро, 1 июля, мы делаем итоги на 1 миллион кристаллов и 20 тысяч танкоинов, но если вы вдруг не успеваете поучаствовать в этом розыгрыше, то обязательно принимайте участие в следующих розыгрыше, потому что как только у нас заканчивается один розыгрыш по тегу, сразу же автоматически стартует новый розыгрыш по тегу, и если вы до сих пор не имеете тег создателя контента, заходите в настроечку игры, в аккаунтик, снизу мой личный тег, это тег темп, устанавливайте, и поддерживайте меня. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Ой, не туда нажал.